то я хотел бы, чтобы Карен Шахназаров обратил внимание на этого человека. Давайте сначала посмотрим на него. Кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них... София, любимого Тумсошки, огромнейшее спасибо за позицию справедливую в отношении Украины. Пусть Аллах всегда тебя бережет. Но ты раскрываешь сердца и борешься за справедливость. Это свойственно наилучшим людям. Почему вы считаете Абрека Зелимхана героем? Он ведь убил родственника из-за женщины и поставился тем, что грабил банки. Вот видите, это тоже хороший вопрос. Карен Шахназаров это какой-то известный режиссер, советский еще, снимал очень известные какие-то фильмы в советском. Не могу, правда, сейчас назвать вам название этих фильмов. Но, короче, известный такой человек. И он на передаче у Соловьева Владимира озвучил мнение, даже пожелание. Оказалось, что он является зрителем ЧГТРК грязный, постоянно. Что я вам рассказываю? Давайте посмотрим, что сказал Карен Шахназаров. Я же являюсь теперь постоянным зрителем канала-телеканала «Грозный». И очень рекомендую. Кстати, недавно видел у них политическую программу, такой Муса Магомадов. Я рекомендую пригласить, вообще толковейший политолог. С удовольствием. Значит, какого-то Мусу Магомадова с этого канала то ли работает Муса Магомадова на ЧГТРК грязный, то ли он у них частый гость, приглашают его к политологу, он что-то освещает на каких-то ток-шоу. Я не знаю. Я не видел этого человека. Я загуглил, правда, какого-то человека там нашел, но не знаю, про него идет речь или нет. Поэтому, так как я не знаю, он это или нет, а Шахназаров предложил Соловьеву пригласить его на свою передачу, Соловьев согласился, то есть собирается, как я понял, его приглашать. Я бы хотел, во-первых, я очень хочу, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался человек, которого я вам сейчас покажу. Мы с вами его уже смотрели, освещали его слова на нашем канале. Я бы хотел, чтобы этим Мусой Магомадовым оказался именно этот человек. А если же им окажется не он, то я хотел бы, чтобы Карен Шахназаров обратил внимание на этого человека. Давайте сначала посмотрим на него. Кто-то сейчас не согласен со мной, прошу меня поправить. Во всей красе они показали в Афганистане. Мы все видели, как они позорно убегали с Афганистана, как они побросали предательски всех людей, которых обслуживали, которые на них работали, служили, как неслись эти самолеты, раздавливали на своем пути всех этих людей обезумевших. Почему вы нас бросаете? Мы же вам доверились, мы на вас работаем, мы вас обслуживали. Уважаемый Карен, не знаю, как вас по отчеству Шахназаров, обратите, пожалуйста, внимание на этого человека. Мы бы очень хотели, чтобы именно его пригласили на передачу к Соловьеву, и чтобы в эфире телеканала «Россия» он бы рассказал нам про вот это вот обслуживание оккупантов, войск, пришедших на свою территорию, на суверенную территорию государства, начавших захватническую войну, уничтоживших колоссальное количество народа, собственного народа, этого оратора. Затем установивших свои боевые войсковые части на территории его государства, установивших там свою власть, назначающих там своих наместников, заставляющих этих людей жить по их законам, по их конституции. Как затем вот часть из этого народа начинает обслуживать этих оккупантов, как правильно их вообще называть, как их характеризовать, чтобы он вот эти вот все моменты, пусть даже на примере с Америкой и Афганистаном, чтобы он это рассказывал, и чтобы наши зрители, молодые люди могли смотреть это, впитывать, слушать, получать правильное понимание о том, как нужно относиться к оккупантам, и самое главное, к тем людям, которых назначает этот оккупант властью над этим народом. То есть к людям из своего народа, которые становятся коллаборантами, которые начинают как-то коллаборционировать с этими захватчиками, с этими оккупантами, становятся их представителем, представителем их власти, начинают судить между этим народом в соответствии с законами этого оккупанта, как к ним относиться. Вот мне кажется, вот этот человек очень правильно, дает вот это правильное понимание. Россияне должны же знать, как относиться к американцам, к европейцам. Вот пусть он это рассказывает в эфире ВГТРК. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Ну а я очень надеюсь его увидеть в эфире ВГТРК, телеканала «Россия». София, любимого Тумсошки, огромнейшее спасибо за позицию справедливую в отношении Украины. Пусть Аллах всегда тебя бережет, ты раскрываешь сердца и борешься за справедливость. Это свойственно наилучшим людям. Барак Аллаху фик. София, это, конечно, очень приятные слова. Но я думаю, ты меня переоцениваешь. Пусть Аллах воздаст тебе блага. Я хотел оставить эту тему для чеченского эфира. Раз уж здесь написали, скажу. Смотрите, дорогие братья чеченцы, после того, как я провел этот эфир на чеченском языке, мне один человек написал, что история – это тарих. Еще один человек написал, что история – это терхам. И вот сейчас ты пишешь, что история – это маргал. На самом деле, эти слова действительно используются, многими тарих используются чаще всего, маргал используются реже. Но имейте в виду, что когда мы что-то где-то кто-то там использует, это еще не значит, что это слово на самом деле есть. Вы не найдете ни слова тарих, ни слова маргал, ни в одном русско-чеченском словаре. Вот в чем дело. От того, что мы с вами хотим, чтобы это так было, или кто-то у нас так использует, от этого слова так и вы не становитесь. Понимаете? Поэтому в любом, по крайней мере, в тех русско-чеченских словарях, которые мне доступны, а также я связывался с человеком, который занимается вопросами, усердствует вопросами чеченского языка, у него есть более очень старые словари, его я попросил посмотреть. Ведь нигде нет вот такого слова, как тарих или маргал или тархим. Тарих – это арабское слово. Маргал – это вообще не слово «история». Маргал – это обычно говорят про фрукты или овощи, которые испортились. Про них говорят, что они маргал и лэ. Но это не научный подход, понимаете? Мы можем, допустим, кто-то может сказать, ну лучше же использовать арабское слово. Ну, может быть. Дело не в этом. Дело в том, что если этого нет по факту, то мы не можем говорить, что это так. Мы можем использовать, кто как хочет, может использовать, ему никто это не запретит. Но говорить, что это так в чеченском языке, никто не может. Поэтому, увы, дорогие братья, но я в тех словарях, которые я посмотрел, где я попросил посмотреть, нигде слова «история» в чеченском языке, чеченского слова нет. Мы используем слово «история». Поэтому кто-то использует «история» как международное слово, «history», «история». Кто-то использует «терах», «тарих». В целом, использования этого проблем, я думаю, нет, но без заявлений того, что в чеченском языке это так. Томсу, а по мне это не вина русских, это вина чеченцев. Ну, вы ведь видите, что победить Россию нереально. Чего вы вступили в войну? Лично я виню именно чеченцев в этих потерях. Россию они победить решили клоуны, говорит. Ну, что еще можно было ожидать от тебя? Конечно, чеченцы виноваты у вас. Мы вообще привыкли к тому, что чеченцы у вас во всем виноваты. Я современник вот этих вот нулевых, когда любая ситуация, происходившая в России, там сразу находился чеченский след. Это как сейчас находится украинский, кстати, заметьте. В России вообще всегда история повторяется. Когда у них какие-то проблемы с чеченцами, то что бы ни происходило на территории самой России, там всегда находится чеченский след. Как только проблемы начались с украинцами, в любой проблеме находится украинский след. Вот дочь Дугина убили, все там сразу, сразу на следующий день там нашли украинский след, доказали, все. Ну, доказали, я говорю в кавычках. Какой совет дашь молодежи, живущей в Европе, на пользу нашей, иншаллах, независимой Чечни? Брат, я по какой-то теме мог бы, наверное, дать советы. В целом, какие-то общие советы, не люблю я такие философские вещи. Я не ассоциирую себя как проповедник, как человек умный, годный для того, чтобы давать кому-то какие-то советы. Я, наверное, больше нуждаюсь в том, чтобы эти советы давали мне. Я скажу, я лишь дам тот совет, который давали мне старшие и дают по сегодняшний день. Это как можно больше получать знания. Знания, любые полезные знания. Это не только там религиозные, это любые полезные знания, которые можно будет применить во благо нашего общества. В первую очередь, во благо самого себя, своей семьи, своей религии и в целом во благо общества. Общество не только, я под обществом подразумеваю, не только там именно наше, чеченское, в Чечне, а вообще общество, где ты живешь, вокруг тебя, чтобы ты был полезным человеком. Это очень важно, быть полезным человеком. Каждый должен стремиться к тому, чтобы быть полезным, чтобы не быть бесполезным, чтобы не просто проедать эту жизнь, спать, есть, а чтобы быть реально полезным. Поэтому нужно получать полезные знания. Вот так меня учили, мне давали такие советы, поэтому я просто передал. Это не мой совет. Почему вы считаете Абреха Зелимхана героем, он ведь убил родственника из-за женщины и проставился тем, что грабил банки? Вот видите, это тоже хороший вопрос. Потому что банки он грабил оккупанта, понимаете, вот наша разница. Вот если бы, допустим, мы жили бы в своем собственном государстве, и у нас кто-то грабил бы банки, он для нас был бы бандитом, однозначно, никакой популярностью он бы не пользовался. Но благодаря тому, что мы находились в оккупации, и он грабил банки оккупанта, а любой вред, который наносится стране оккупанту, он у нас воспринимался на ура, и мы таких людей, мы их сразу возносили, то есть они пользовались уважением. Чем больше ты причиняешь вред стране оккупанту, тем большим уважением ты пользуешься в народе. И вот этот как раз тот самый феномен, мы воспитаны именно на таких убеждениях, что любой урон, который ты нанес государству, Советскому Союзу, Российской Федерации, неважно, за это тебе респект. Вот и Абрек Зелимхан, и многие другие, кто даже уже после развала Савка, когда в Москве были вот эти чеченские группировки криминальные, вот любые криминальные группировки России, это были криминальные просто группировки, а чеченские, они для нас были тоже героями, потому что они вред весь наносили оккупанту. Так строится мышление оккупированного народа, и оно правильно так строится, так и должны воспитываться те народы, которые находятся в оккупации. Иначе не будет стремления к освобождению. Расскажи, как Масхадов хотел спасти детей из школы Беслана, а вместо помощи они начали штурмовать школу. Было такое? Да, это правда, когда школа в Беслане была захвачена, действительно, Аслан Масхадов вел переговоры, предлагал, чтобы ему дали возможность, гарантировали ему, значит, проезд до школы и обратно. Когда не получили ответа, он попросил гарантии хотя бы, чтобы туда, то есть он не просит гарантии обратно, но вместо этого они начали штурмовать. Вообще сегодня, сегодня первое сентября, это как раз годовщина этих событий, захвата школы в Беслане. И, как правило, в этот день принято вспоминать эти события. Различные издания делают какие-то статьи об этом, записывают интервью, видеофильмы и так далее. И сегодняшний день тоже не стал исключением. Субтитры создавал DimaTorzok